В последнее время отмечают некоторые жители города на улицах много голубей, которые ведут себя довольно странно. Они вялые и совершенно не боятся человека. Подобные сообщения поступают и из столицы. В блогах и социальных сетях уже появилась информация, что на улицах Москвы много мертвых и больных голубей. Специалисты Россельхознадзора отмечают, массовая гибель этих птиц в Москве вызвана болезнью Нью-Касла и сальмонеллезом, опасными и для людей. Однако ни одного случая заражения человека не выявлено. Анна Чернова попыталась разобраться, добралась ли инфекция и до риотовских голубей, и если слухи о болезни правда, как можно обезопасить себя. То, что голуби ведут себя странно, первыми заметили те, кто их кормит. Птицы вялые, людей не боятся. Тем временем в соседней Москве уже несколько дней вся благосфера сигналит, пернатые гибнут чуть ли не стаями. Объяснить, в чем дело, никто не может. В Риотове общественность спокойна, да и массовой гибели птиц никто не заметил. Но одиночные случаи есть. Я раньше думала, что это, наверное, от того, что мало воды, и они из-за этого умирают. Но сейчас даже не знаю, что это такое. Я думаю, что, скорее всего, голуби либо отравлены чем-то из-за того, что вертизация идет от крыс, идет и голубей травит, либо это все-таки какие-то заболевания, вот эти специфические орнитозы. Птицы могут быть заражены болезнью Нью-Касла. В народе вертячка, объясняют риотовские ветеринары. Малоподвижность, зерошенные перья, заплывшие глаза. По этим признакам можно вычислить больного голубя. Это когда голубь во время заболевания ослабевает и, значит, не реагирует на какие-то внешние раздражители, перестает бояться людей, вертит головой, и в результате 100% заболевшей птицы она погибает. Для человека такая инфекция опасна, но не смертельна, говорят врачи. Как правило, у зараженного наблюдаются симптомы простуды и конъюнктивита. Заразиться Нью-Каслом можно только от больной птицы. И то, если к ней близко подойти, потрогать руками. По словам врачей, опаснее другая инфекция – сальмонеллез. Ее тоже винят в гибели голубей. Ласкать голубей, извините, пить из одной лужицы вместе с этими голубями и вообще, так сказать, через грязные руки потом принимать пищу грязными руками после общения с любой птицей, в том числе с голубями, по меньшей мере опасно. Опасаться, в принципе, нечего, успокаивают врачи. В особой зоне риска лишь те, кто, к примеру, разводит птиц. Остальным нужно лишь соблюдать элементарные правила гигиены. Анна Чернова, Виталий Шкурин, для РТВ.